Денис Передонов В Кузбассе широко отмечают День Угольщика На Китайской и Российской границе в Благовещенске с размахом справляется День Пограничника А вот в Мирном почетная главная роль достается Дню Алмазодобытчика, который отмечается наряду с Днем Города О мероприятиях, связанных с ними, мы поговорим с директором управления спорта, культуры и молодежной политики Айкотой Степановой И Евгением Хрущевой, начальником отдела культуры, спорта и молодежной политики Здравствуйте Добрый день Добрый день Итак, близятся праздники, горожане уже в предвкушении потирают руки Все-таки два года не проводился День Города, День Алмазодобытчика, а вот тут еще и юбилей Чего ожидать нам, зрителям? Ну вот уже буквально со среды начнутся масштабные наши мероприятия, посвященные празднованию Дня Города Каждый год мы стараемся сделать все для того, чтобы создать праздничное настроение для всех категорий населения Так, то что касается спортивных мероприятий, спортивные мероприятия у нас начнутся с 13 июля 13-14 июля традиционно у нас пройдет спартакиада детских летних лагерей на наших спортивных площадках в городском парке и на спортивной площадке «Факел» Также 13-14 первенство по дворовому футболу среди детей также будет у нас проходить на спортивных площадках города А то что касается масштабных мероприятий для всего населения, культурные мероприятия у нас начнутся с 15 числа, то есть пятницы Основные мероприятия пройдут у нас в дневное время в основном городском парке То что касается мероприятий по культуре, с 15 числа с 12 до 15 автономная конекоммерческая организация дошкольного образования «Алмазик» На территории «Алмазик» это на улице Ленина, 14А проводят ярмарку педагогического мастерства, путешествия город-мастеров Ну здесь пройдут мастер-классы, игры, консультации для родителей дошкольного возраста Ну и мастер-классы у нас пройдут в городском парке с 12 часов до 6 часов Свой подарок нам дарит зефирный домик Ну если вкратце, то пройдут ряд мастер-классов, будет очень интересно Все мастер-классы у нас пройдут на «Зелёнке», ну такое народное название «Зелёнка» Это находится у нас в городском парке рядом с детскими игровыми элементами Вот, и на радость наших маленьких горожан В этом году мы пригласили, ну каждый год приглашаем, да, аниматоров из различных городов В этом году пригласили из города Москвы шоу-группа «Суасфера» Чем они порадуют юных горожан? Это коллектив организовывает мероприятия в Москве детские В их состав входят жонглеры, ходулисты, аниматоры, которые проводят массовые мероприятия с большим количеством детей Оригинальные костюмы В прошлом году некоторым детям удалось посмотреть на данную шоу-группу Мы привозили, возили локально Так как была пандемия у нас, мы проводили четыре анимационные программы Точечно в разных уголках нашего города Вот, и часть ребят уже приезжала Они очень полюбились нашим горожанам Мы решили повторить, чтобы большее количество детей увидели эту шоу-группу Пофотографировались и оценили весь масштаб мероприятия Ну да, и по количеству в этом году будет побольше, их 80 человек Да, костюмы будут оригинальные Ну и то, что касается 15 числа, кульминацией этого дня у нас будет Ну, хочу обратить внимание, что в этом году не на площади будет большой концерт А большой концерт у нас намечается в стадионе «Триумф» В 19.30 будет, пройдет у нас концерт заслуженного артиста Российской Федерации Александра Машала Да, мы слышали И уже тоже в предвкушении послушать его великолепные хиты в исполнении в живом Ну и наверняка все это связано с тем, что все-таки на стадионе «Триумф» вместится больше народу И чтобы вот прямо на открытом воздухе посмотреть, лицезреть данные мероприятия Ну да, и есть возможность, допустим, людям, которые, ну пожилого возраста Которые хотели бы посмотреть на этот концерт Есть где посидеть, допустим На площади такой возможности, допустим, нету А ко скольким начало концерта? В 19.30 Начало концерта в 19.30 А вход со стороны 40 лет октября Вот, со стороны Комсомольска у нас закрыто будет Ну и вход горожан, ну, будет со стороны 40 лет октября Еще раз повторюсь И 17.00, который проводит концерт Ума Турман Который проводит культурно-спортивный комплекс Акционерной компании «Алроса» То же самое пройдет на стадионе Все-таки юбилей День алмаз-добытчика И хочется чего-то особенного Славится наш город Вот именно этим праздником И всегда что-то необычное Но может быть будет то, что Отличит именно этот праздник от других Именно насыщенностью мероприятий Ну да, у нас вот Как я еще и говорила Что в этом году В связи с тем, что 65-летие Будем праздновать 65-летие Алмазодобывающей промышленности А также 67-летие города Но вот это вот Мы планировали К юбилею нашего города 65 лет Городу Но в связи с тем, что Да, пандемия была у нас Два года мероприятий Как таковых не было Поэтому как бы Мы в этом году Решили более Провести, да, масштабнее Более насыщенные мероприятия И город вот в этом году Привозит Александра Маршала Два больших крупных концерта Будут Александра Маршала И Ума Турман Также 16 июля Вот в городском парке Так же, как и вот Предыдущие года Мы всегда привозим И якутских звезд В этом году Локацию поменяли Также концерты Якутских звезд Это государственный вокальный Ансамбль Туймада Мужской состав Покажет свой концерт В городском парке Только в Мирном? Или по традиции Они заглянут и В другие уголки Мирненского района? Нет Пройдет концерт только в Мирном На следующий день Уже они улетят Хорошо А 16 июля Что нам принесет 16 июля? Какими насыщенными событиями Будет наполнен этот день? Ну Так как выходной день У нас попадает 16 июля И Как раз выходной день Поэтому мероприятия Все начнутся С самого утра Традиционно С 10 часов утра У нас На парковке Городского парка Пройдет выставка Техники И оборудование Специального назначения Эта выставка Всегда у наших детей Вызывает Особый восторг И МЧС И МВД Всегда нам Идут на встречу С удовольствием Помогают Вставляют спецтехнику И в этом году Как бы тоже Решили повторить Также в рамках мероприятия Пройдет акция Здравосмотр Проведет Эту акцию Миринская Центральная районная больница В целях пропаганды Здорового образа жизни И с 12 до 3 часов У центрального входа в парк На маленькой парковке Возле киоска Будет стоять Передвижной медицинский комплекс Где будет проводиться Экспресс-тестирование На наличие ВИЧ Вирусов Гепатита Будут принимать Анализы крови На онкомаркеры И на углубленную Диспансеризацию Для пациентов Перенесших КОВИД-19 Вот А также С 10 часов Пройдет фестиваль По выполнению Видов испытаний Всероссийского Физкультурно-спортивного Комплекса ГТО Это все Проходить будет У нас В городском парке На новых спортивных площадках Городского парка будут стартовать любители велоспорта Веломирный 2022 Также Также на спортивных площадках С 14 часов Будет спортивно-развлекательная программа Для детей наших Мастер-классы Елена Исайка По предварительной записи Пройдет очень интересный Образовательный мастер-класс 7 источников энергии Для работы и жизни И можно записаться будет На этот мастер-класс Заранее По телефону 8 914 258 32 22 Также Для наших бабушек и дедушек 18 часов На площади первооткрывателем Трубки Мир Пройдет мероприятие Вечерочек Любимые песни Под баян А где это будет проходить? Это будет там же На площади Первооткрывателем Трубки Мир Здесь будут старые добрые песни Под баян Конкурсы Игр для наших бабушек Ну и танцы Выступление Совета ветеранов Нашего Выступление Совета ветеранов Нашего Да Они как раз и инициировали Это мероприятие Но и это не все Но это не все Продолжается день 16 июля Продолжается Да И 19 часов Начнется праздничный концерт С участием Государственного канального Ансамбля Туимада Из города Якутска И завершится этот день 16-я Праздничной дискотекой 80-е и 90-х Также на площади Первооткрывателем Трубки Мир Проще говоря Что 16 июля Будет все На любой вкус И выбор Ну и для маленьких деток Мы приготовили Арт-пространство Городок Который Можно будет Разукрасить По желанию Каждого ребенка Это будут Конструкции Из картона Выставлены Можно даже Самому Собрать Какой-то элемент Этого городка И разукрасить Ну я думаю Что будет весело Детям провести На этом арт-пространстве Свое время Потому что заказали И привезли Уже Ну достаточно Большие элементы Этого городка И 20 июля Традиционно На стадионе Кимберлит С 19 часов Намечается Традиционная Товарищеская встреча По футболу Значит Будет играть Команда Алмаза-добытчиков И сборная Команда Города Мирного Так И завершит Наши праздничные Мероприятия 23 июля В Ботаническом саду Библиосад Библиосад Что там будет? Так Здесь будут проходить Тренинги Мастер-классы Литературный вечер С любителями поэзии Совместно мы проводим Центральной Городской библиотекой Это мероприятие Данный формат У нас родился В прошлом году Так как Библионочь Нам не удалось провести Также в рамках Пандемии Пришлось перенести Его на лето И летний сад Как-то нам навеял Что новый проект Будет называться Библиосад И в прошлом году Приезжала к нам Крис Айвер Которая провела Творческий вечер В этом году Будет тоже не менее интересно Поэтому всех-всех приглашаем И 23 июля Мы завершаем Наши мероприятия Посвященные Дню города Да И надеюсь Каждый житель Для себя найдет Что-то интересное И прекрасно проведет Празднование Дня города В этом мы Нисколько не сомневаемся Большое спасибо Что рассказали нам О грядущих Праздничных днях Мы поговорили С директором управления Спорта, культуры Молодежной политики Айкотой Степановой И начальником отдела Культуры, спорта И молодежной политики Евгении Хрущевой Спасибо До свидания Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok